Не унижайтесь никогда. Если чувствуете, что психика стала слабой, вы можете позволять человеку издеваться над собой, ускорблять себя, вы себя не цените, то вы, значит, совершаете жуткий клей. Вы боите ядом змею, которая вас потом убьет. Ну, то есть, дистанция лучше, лучше видеть нищая, так сказать, жизнь, чем унижение. Бог всегда поможет. Если вы, допустим, боитесь, ну, допустим, женщина часто, муж богатый, допустим, он что хочет делать, надо бояться. Пускай вы все потеряете, но зато вы сохраните себя и свое счастье, и свою жизнь. Если такой выбор, лучше выбирайте счастье, чем унижение. Унижение разрушает все. Униженный человек перестает быть красивым, а женщина, допустим, красота, это главное расстояние. Если она перестала быть красивой, значит, и она никому не нужна, она идет под отпуск. Мужчина униженный теряет храбрость, силу воли, способность побеждать, рассудительность. Он теряет все. Женщина теряет все униженное, мужчина теряет все. Поэтому унижение – это самая опасная в жизни вещь. Никогда нельзя унижаться. Надо быть сильным всегда, самодостаточным. И эту силу человеку всегда дает возможность быть сильным природой. Начни бегать там на свежем воздухе, тебе придет эту силу воли. Начни стоять возле дерева, придет терпение. Начни паститься, гулять по свежему воздуху, придет здравый смысл. Все эти три силы, они дают человеку, делу человека достойным и сильным. Добрые друзья помогают быть сильным, самодостаточным. Если у тебя есть добрые друзья, а добрые друзья означают друзья, которые работают над собой, развиваются. Поэтому очень важно поменять такую вещь, что у меня... А, вот консультация у нас есть, кстати, по здоровью. Можно там консультироваться. У меня помощник, он специально для этого приехал. Каждый день с 18.30 ответ на вопросы. Лекция начинает с 19.00. Есть немного моих книг. Есть духовная литература, можно будет брать. Здесь есть клуб «Благость». К сожалению, его руководительница, она ушла из жизни трагически недавно. Но он все равно существует. И если вы чувствуете, что вас не хватает общения духовного, это межконфессиональный такой дух. Там ваша любая вера, которая у вас есть, будет принята очень хорошо. Никто не будет пытаться ее принять. Люди развиваются вместе с целью делать добрые дела. Вместе пробежки делают зарядки. Изучают лекции. Помогают всем. Друг другу помогают, дружат. И так далее. Вот сегодня мы с клубом «Благость» на озере, на одном. Стоялись, пообщались, покупались. Кто из вас хочет единомышленников иметь, поднимите. Вот, отлично. Вам надо поднимать. Они мне оставили телефон, где можно встречаться. Звоните, дружите, общайтесь. Если клуб «Благость» будет большим у вас сильным, я обязательно буду, раз в год приезжать. Я думаю, вы все равно будут приезжать. Мне у вас понравилось. Очень теплый прием. Мне сделали такие, очень хорошие. Семья, которая меня принимает, у них вообще такая необычная жизнь. Они реально, на моих сердцах, полностью поменяли свою структуру. Все, изменилось в нашей жизни. Все препятствия преодолели. Благодаря вот этому энтузиазму у них появился ребенок. То есть, сразу невозможно преодолеть тяжелую болезнь. Они стали на духовный путь. И так далее. Интересная такая ситуация. Поэтому дружба – это очень сильная вещь. Она реально человеку дает возможность любые препятствия преодолеть. Потому что есть всего три источника, которые дают, которые связаны с Богом. Бог действует через природу. Это сложно понять. Потому что, ну, к ней привыкли, нам кажется, что у нее нет никакого такого сильно большого толку. Ну, гораздо, наверное, меньше толку, чем у гербалаев, допустим. Или каких-то крутых таблеток, каких-то травм. Мы не понимаем, что природа является абсолютным источником здоровья человека. Вот нет контакта с природой – нет здоровья. Это именно она дает здоровье. И у человека есть два питания, понимаете, два питания. Есть питание пищей – оно дает силу телу. А есть питание природы – оно дает силу психическую, дающую возможность быть здоровым. Ну, то есть, что это такое? Это хорошее настроение. Вот, допустим, настроение идет от природы. Если человек говорит, у меня нет концентрации, внимания, у меня смешанная способность, плохое настроение, гневливое, обидчивое – это не значит, что у него плохой характер. У него нет силы. И поэтому он такой. Эта сила идет от природы. То есть, если человек буквально пошел, прогулялся к парку, у него сразу улучшается настроение, убирается обида, улучшается концентрация внимания, улучшается работоспособность. У него сразу включается организм в лечение, потому что болезнь – это тоже означает нехватный контакт с природой. В нашей жизни современная природа сильно не дооценена, дорогие мои мои. То есть, мы идем, допустим, ложимся под инфракрасные лучи летом, для того, чтобы прогреть спину. Вы даже не представляете, какая разница между этими инфракрасными лучами и Солнцем. Вот Солнце обладает в тысячи раз более полезной энергией, если не миллионами, чем эти инфракрасные лучи. Потому что любая электрическая энергия – это как испражнение солнечной энергии. Вы другому не скажете. Поэтому вы предпочитаете эти все прогревания, там, больницы, идите просто на Солнце. И вы, как бы, на прогревании вы чувствуете быстрый эффект. А от Солнца вы не чувствуете быстрый эффект, потому что Солнце, оно очень глубоко действует и незаметно. И оно глубоко в человека проникает и начинает сразу включать процессы омоложения в организме. Солнце может быть греет человеку, потому что для того, чтобы быть на Солнце, нужно движение. Я разок привык, у меня Солнце, сильное Солнце, мне вредно для здоровья. Но я провел этот эксперимент. Я когда был в Израиле, скорее всего, я экспериментально побежал в 9 утра во время сильно раскаленного Солнца. Я начал делать пробежку своих 16 километров. И, ну, как бы, ну, представьте, это был конец августа, это Солнце было просто в пекло. Ну, я не знаю, как вам это объяснить. Вот оно там настолько сильное, что оно прошивает мозги. Ну, то есть, просто, если я встану на Солнце на этом 5 минут, у меня будет солнечный удар. Но я решил изучить свою вот эту теорию о том, что Солнце, почему перегревает человека, потому что нехватка движения, то есть Солнце должно усваиваться в организме. Если у тебя не хватает движения, то оно не усваивается. Еще Солнце усваивается при контакте с водой. Это другой момент, который тоже надо. Я что сделал? Я побежал. Я бежал 16 километров под этим раскаленным Солнцем. И Солнце усваивалось все это время. Но потом я резко зашел в воду после пробежки. Стоял в воде, там, безземное море, прям в море зашел, стоял в воде. И опять на Солнце смотрел. Ну, как бы с открытыми глазами. И у меня организм был раскаленный, как сковородка. Но при этом я не чувствовал никакого перегрева. Просто энергии Солнца было очень много. И я в воде, когда простоял, она вся усвоилась. И после этого у меня улучшилось сильное настроение, работоспособность, энергии много стало в жизни. Я когда приехал в Краснодар, я шел обычно по Солнцу, у меня перегрузка идет. Я приехал в Краснодар, посолил по Солнцу и вообще его не заметил даже. У меня организм как будто прочистился этой сильной энергией Солнца во время пробежки. И я перестал реагировать на солнечный свет, хотя раньше реагировал сильно. Это доказывает, что Солнце всегда полезно для человека, но ему надо воспринимать движение. Или стоя в воде. Ты стоишь в воде, закрыл глаза, смотришь закрытые глаза на Солнце, стоишь в воде. И у тебя Солнце тебя лечит, и вода, например, идет процесс такой. Ну я вам как бы рассказываю некоторые какие-то моменты, которые надо знать. Допустим, мы приехали, ну на природу, да, решили там почитать книгу. Сядьте к дереву. Вот возьмите дерево какое-то, какое вам нравится, сядьте к нему, почитайте книгу. Пока вы будете сидеть, у вас колоссальные лечебные процессы пройдут внутри, потому что кора деревьев обладает мощнейшей лечебной силой. Она избавляет человека от раковых предок. Это в древней написании написано, в Эрведе написано, что кора деревьев уничтожает злокачественные предки в организме. Если вы будете раз в четыре дня, допустим, стоять или сидеть возле дерева, по часу, ну сидеть лучше часа полтора, допустим, читать книжку, или стоять час, то у вас не будет злокачественного опыта, и у вас все будет пролечиваться там внутри. Понятно? Надо, чтобы дерево толстое было, толще тебя, потому что если оно тонкое, оно отбегает, а толстое представляет. Сейчас я, коль начало здоровье, я вам расскажу еще, в чем суть вот этой методики, которую я применяю сейчас, прям нос там мажем, зачем-то непонятно. Вот все, что, все живое в этом мире, оно имеет то, что ему нравится, и то, что ему не нравится. Вот любая пукашка, любая таракашка, любая птичка имеет какие-то травы, растения, которые сильно не нравятся, или сильно нравятся, понимаете, потому что так устроена жизнь, так же человек. Вот, допустим, есть амброзия, вот она сейчас растет, цветет, и они вроде бы не обращают внимания, но она очень сильно несовместима с человеком, нет на земле ни одного человека, которому подходила амброзия. Она и чуть-чуть не подходит, или сильно не подходит, то есть эта амброзия вызывает ожоги кожи, там, дыхательных путей, тысяч людей на земле каждый год. Знаете, вот она, амброзия растет сейчас у вас, люди через недели, две-три начнут поступать в больницы с астмами, всякими аллергиями. Это результат того, что она зацвела, причем человек непосредственно с ней не контактит, это энергетическое, такое, тонкое, невидимое воздействие. Точно так же у вирусов тоже есть такие растения, которые им не нравятся, они чувствуют себя очень плохо при присутствии этих растений. Понимаете, таким растением является кукума. В древней культуре, я в Эрбеке прочитал в трактатах древних, что описывается, что есть такая болезнь, которая вызвана злыми духами. Болезнь, она характеризуется тем, что человек сначала чувствует сильную головную боль, потом дальше у него начинается кашель, повышается температура тела, и он погибает от воспалений легких. Знакомы? 5 тысяч лет назад, привет, было написано. И так же в этом трактате говорится, что есть растения, которые препятствуют контакту злого духа с нашим телом, то есть там не говорилось о вирусах, потому что, ну, эта вирусная теория, она правильная, но, понимаете, есть два вида всего живых существ на Земле. Одни – это те, у которых душа внутри находится тела, а другие – у тех, у которых душа находится снаружи. Понимаете? Вот когда вирус внутри человека действует, у него нет души, у вируса. Но есть душа, которая находится снаружи, злой дух, который контролирует деятельность всех вирусов. И есть травмы, которые не дают ему связываться, то есть препятствуют, другими словами, вхождению в тело его энергии. Ну, то есть вирусы перестают быть сильными и активными, благодаря воздействию этих растений. Их называют защитными растениями. Таким растением является куркума. То есть люди с древних времен натирали лицо, руки там куркумой. Даже стали пилоти куркумой. То есть, ну, как бы куркума считалась растением, которое защищает человека от злых духов, точнее от вирусов. Потому что люди тогда не знали, что, ну, есть внутри агент вот этот вирус. Сейчас под микроскопом это стало видно. Раньше люди этого не понимали. Они просто знали уже конечный результат. Я изучил все эти растения. Они, некоторые из них широкого спектра действия, они на разные вирусы влияют, такие как куркума. А некоторые узкого спектра действия, они какие-то вирусы уничтожают, а какие-то нет. Вот. Также я нашел, вот куркума обладает огромной силой против вирусных действий, широкого спектра действий. Как бы вирус не мутировал, куркума все равно, по моему мнению, будет продолжать действовать. Потому что вот я уже видел шесть мутаций коронавируса. Потому что я постоянно имею дело с этим больным и с людьми. У них водки присылают, что делать там. Я им даю советы и влечиваю. Вот. Куркума всегда помогает. Не было ни одного коронавируса штамма, чтобы куркума не помогала. Я нашел еще одно вещество, которое тоже так же действует, как куркума широкого спектра действия. Есть горчица, да, желтая. Горчица, она воздействует на стафилококки и стриптококки. И вот горчичники, знаете, порошок горчичники? Это рефлекторное действие именно. Оно подавляет рефлектор на стафилококки и стриптококки. Просто присутствие этой желтой горчицы на теле. Создает такие вибрации, что стафилококк стриптококки попадает в состояние энергии. Ему тяжело, как нам он дал Брозе, ему тяжело как бы размножаться в этой среде. Энергии этой горчицы. И у горчицы есть еще два растения из нее. То есть есть рапс, такое растение. Мы знаем, что есть рапсовое масло. Это то же самое горчица, только она повыше, чем горчица. Она вот такая вырастает. Есть еще одно растение, его называют рыжим. Оно вырастает полтора метра, где-то огромное такое растение. Но вот горчица увеличена в размерах. То же самое горчица желтая, только огромная такая лопухи такие виски. Огромное растение. Называется рыжиком сирнемым. Вот это, когда из этого рыжика и семян, по-моему, или из цветков делают масло, то его называют горчище рыжиковым маслом. Это не грибков, не грибов рыжиков, а вот этого рыжика и свиного растения. Это масло обладает колоссальным против вирусным действием, широкого спектра действий. И когда я смешал пять частей рыжикового масла и одну часть куркумы. Часть это вот то же самое, что как бы 33 попуга или 2,5 слона. Вот. Часть, понятно, да? То есть можно в ложках, можно в попугаях. Пропорции. Ну, то есть пять частей рыжикового масла и одна часть куркумы. Насыпаете, хорошо. Вот этот дельташтамп, коронавирус, самый последний, он начинается с того, что у человека сильно заболевает голова. Сильно голова болит. И вообще, как бы, коронавирус тоже в основном действует на нервную систему сначала. Или слабость появляется, или тяжесть в теле, в голове. Вам не кажется, что вы простыжили, потому что нос не першит, там, глаза не першит. Просто слабость и боли в голове. Как только это почувствовали, сразу все тело натираете, чума-чампи, вот эти рыжиковые масла, куркумы. Будьте желтыми, можете спать ложиться в таком состоянии. У вас будут желтыми по стиле все. С белизной отстираете, ничего страшного. То сохранит себе жизнь. Если вы сразу же, когда у вас тяжесть в голове и слабость, будет тяжесть в голове, не важно, от чего это возникло. Потому что рыжиковое масло еще обладает спазмонетическим действием. Если у вас пластическая мигрень, вы надеетесь рыжиковым маслом с куркумой, то вы все равно почувствуете облегчение. От этого нет никакой разницы. Но зато вы сможете точно себя обезопасить от коронавируса. Если его на первой стадии схватить, в тот момент, когда у вас появилась слабость и тяжесть в голове, обмазать все тело рыжиковым маслом и походить несколько часов в нем, а еще лучше на ночь оставить, то от него не останется и следа. А если вы будете каждый день, когда куда-то идет маза слизистой носа, вот как я сегодня из маза, когда пошел сюда, то вы даже и заболеть не сможете. Вот мы ездим с Максимом без всяких масок, общаемся с тысячами людей. Сейчас в России у многих людей или носителями не являются этого коронавируса, или болеют. Вот. Мы контактируем с ними. Вот в Питере, когда мы были неделю назад, Максим хватанул от одного человека сильно коронавирусом. Несмотря на то, что у него был смазан нос, все равно он вдохнул, видно, глубоко, и у него пошла слабость, тяжесть в голове. Я говорю, что это он, это он, это он, Легеградский почтальон. Вот. Взял его на мазал, лицо просто, лицо его на мазал, коронавирусом, это дожит его маслом, сколько мы на следующий день все. Ничего нет. Полностью здорово. Поэтому ничего не бойтесь. Вот используйте этот рецепт. Также знайте, что есть другие еще травы, растения, которые тоже помогают от коронавируса. Например, если вы будете каждый день, когда приходите домой жевать спецкую гвоздику во рту, то вы тоже не заболеете коронавирусом, потому что она уничтожает его и в росту, во рту, и ее гвоздичная гвоздичная маска уничтожает также и носоглотки. Вы пожелали гвоздику неприятно, но зато вы будете гарантированно здоровы. Следующим таким такой специей является лавровый лист. Он уничтожает коронавирус в желудочно-кишечной травке, потому что коронавирус, если вы начали болеть, он спускается вниз. Рожает кишечник человека, рожает желудок. И в это время вы отвар лаврового листа делаете, ну или суп с ним делаете, там густо очень добавляете и едите суп с ним или пьете, отвар с ним, то вы лечите и убиваете коронавирус в желудке. Если он спустился в почки, то есть можжевеловая ягода. Она уничтожает его там, почкой. Если вы будете хвою сосны, иголки и елки заваривать, просто две иголочки сосны и елки пить как чай, то вы будете делать профилактику дыхательных путей, слизистых носов, тоже от вирусов вообще широкого спектра действия. То же самое делает также лист эвкалипта, он тоже от дыхательных путей, уничтожает там коронавирус от дыхательных путей. Вот все эти растения, они действуют таким образом. Я как-то сейчас сделал крем, который очень мощно действует, сильнее даже, чем рожитого масла через месяц тупомой. Очень мощно действует противовирусно, широкого спектра действия. Этот крем мы сейчас регистрировали просто как косметическое средство. Будем широко его распространять через свои каналы. Так что вы можете, там баночка, крем одной баночки хватит, чтобы там десять человек, наверное, не поступили сейчас. Ну и профилактику делать там несколько месяцев. Поэтому скоро будет кремом. А сейчас просто рожитого масла покупайте. У вас же есть в магазине отблежитого масла? Есть? Оно в талетках, но оно в историческом всяких магазинах встречается там. Покупайте бутылки, хватит на долго. У вас в носу будет. На ботах хватит. Вы будете полностью гарантированно защищены от этой болезни. У нас есть три уже научных статьи. Сто тысяча восемьсот человек участвовало в исследовании в последний раз. Вот. Мы делали даже такой эксперимент. Мы в Новосибирске, люди заболевали. Мы вместе с одним научно-исследовательским институтом делали это. Люди заболевали коронавирусом. Мои помощники ехали туда из блогов благостя. Им все ставили, все делали для лечения. И ни один человек не попал в больницу с неймонией. Пятьдесят человек мы пролечили на медицинских приборах. Там все проверили. И тоже это ставили в научную работу. Все это расследование. У нас фестиваль благостя проходит в Анапе. Тысяча человек приезжает. Ни одной скорой помощи. Ни одной пневмонии. Всех мажем. Можем, кто маслом, нос. Кто температура пошла, сразу все тело мажем. Все желтые ходят на лекцию. Никто ничего не боится. Все без масла ходят. Все нормально. Вопросы есть по этому или нет? А? Лимон? Лимон не помогает от коронавируса. Он жаропонижающий, хорошие средства. Мед, лимон. Вот, допустим, если вы коронавирусом заболели, пейте чай с куркумой, с медом и с лимоном. Это вспомогательные средства. Они как бы улучшают, укрепляют иммунитет. Когда человек заболевает вирусной инфекцией, температура выше 37,5 является предоносной. Она снижает иммунитет. И в этом случае нужно что-то, чтобы снизило температуру. И это что-то, это лимон. Его можно натирать снаружи и можно пить чай с ним. С лимоном и с медом. Мед точно так же есть. Он успокаивает иммунитет. Поэтому... Что, смешное ноку поставил? Чего вылывает, смотри. А что импирь? Импирь тоже укрепляет иммунитет. Он против первых штаммов. Он хорошо очень действовал. Я его рекомендовал. А сейчас вот этот уже декторштамм. Ему импирь оборвал. Чистотел уничтожает коронавирус, но он ядовит для человека. Поэтому я его в свои крема в очень микродозах уставляю. Чистотел подорожник еще тоже. Они тоже уничтожают коронавирус. Но если подорожник делает чай с ним, то может вылететь сердце. Он разрушает сердце. Может быть... Реально сердце может... Тахикардия началась там или экстрасистария какая-нибудь. А чистотел он опасен для нервной системы и... Может вызвать в желудке проблемы. А масло черного книна? Да, масло черного книна. Есть еще ним. Такое растение ним. Оно тоже лечит коронавирус. Его масло можно использовать вместо рыжикового масла. Что касается масла черного книна, то... Пожалуй, это единственное масло еще кроме рыжикового, которое я бы поизучал в этом направлении. Я думаю, что оно тоже в какой-то степени влияет на коронавирус. Но... Думаю, что и так от рыжиков. Слабее. Оно в целом просто тонизирует человека сильно и укрепляет его иммунитет, но его надо использовать очень маленьким дозом. Ну, то есть... Масло черного книна на один прием можно только 3-4 спичных головки использовать. Иначе не будет перегружаться. Или возбуждение будет после коронавируса. Детам тоже нужно... Деткам... Рыжиковое масло всем. Взрослым, детям, другим детям. Вообще никаких проблем. Широкого как бы... Возможно... Только если у человека аллерген к рукуму или на этом масло... Если человек чихает, начал кашлять, там... Кожа посыпала, значит, не надо. А ведь Дима, отчаяния, отчаяния, отчаяния масла очень много? Очень много. Ваши... Не, не надо в этом. Я тоже это буду. Ладно, мои хорошие. Все, проект на здоровье, тему закрыли. Дальше поедем по отношению. Я думаю, что вам эта информация нужна. Потому что, если вы будете это все делать, вы будете спасать жизни своих родственников. Именно жизни спасать, а не здоровья. У меня есть много примеров, когда люди это все применяли. В том числе моя мама родная. Она так и заболела коронавирусом. Не заболеет. Она применяет все мои советы. И она вообще даже не чуть-чуть не болела. Хотя у нас там гуляло это все очень хорошо. Активно, так сказать. Да? На период цветения амброзии что лучше делать? Для цветения амброзии нужно исключить все острые специи, жареную пищу. Лежать в ванной каждый день по вечерам в теплой воде. Потому что аллергия у людей возникает всегда. Это результат перегрева организма. И также ставить спиной возле таких деревьев, как береза, ива, чтобы охлаждаться. Тогда они будут легкие. Или будут слабые. Все. Тема здоровья закрыта. Дает передачу. Итак, мы говорили с вами о том, что есть энергии, которые реально человеку помогают выкарабкаться из тяжелейшей ситуации жизни. Часто люди, когда тяжело, идут к психологу какому-нибудь, к астрологу. И это все бесполезное занятие. Потому что, когда человеку тяжело, ему нужна энергия, а не успокоение. Понимаете? Вот как это можно объяснить? Вот, допустим, вы идете к другу. Верный друг – это друг, который занимается духовной практикой. То есть он работает над собой. И просто там типа вам хорошо с человеком. А человек должен развиваться, он должен побеждать судьбу. Вот такой человек реально может помочь. И если вы пришли к такому человеку, поговорили с ним, вот я тоже сейчас выступаю как верный друг с вами. Я, как бы, вам не подыгрываю. Я тоже желаю вам блага. Вот. Разговариваю по-доброму с вами. Стараюсь пробудить вас с нами. А то, как правило, жить. Вот. Но это я, как старший, да, выступаю. То есть я могу немножко строго с вами совести. А друг настоящий, он не будет с вами строго совести. Он будет по-доброму с вами разговаривать. И вас будет сильно отпускать внутри. Вот, допустим, ситуация, близкий человек уходит. Вы даже думать о нем не можете. Вам плохо. Вас трясет. Вы пришли к верному другу, хорошему человеку. Он с вами поговорил. Настроил вас внутренне. И вы чувствуете, что вас отпустило. Отпустило – это означает победа, но все такое. Это не самовнушение. Анимает? Вот есть судьба. Вы поговорили с другом. И вы побеждаете судьбу. Вы пришли на природу, прогулялись. Вам стало легче. Вы побеждаете судьбу. Это не самовнушение. Это реально сила, меняющая жизнь. Потому что через природу действует Бог. Бог действует через людей, которые по-доброму к вам настроены. Он, это Бог вам дает через них знание и успокоение души. Вот человек вам не может ничего сказать, у него нет знания. Но он может успокоить. А через спокойствие действует знание. Если у вас в сердце появилось спокойствие, значит вы получите и знание, что в этой ситуации делают. Потому что первая стадия – это спокойствие. А вторая стадия – это знание. И когда вы с другом, с верным общаетесь, вы получаете спокойствие сначала. А потом знание. Даже если он вам ничего не объяснит. Понимаете? Человеку всегда нужно сначала спокойствие. Потому что судьба человека зацепляет именно за чувство несправедливости и чувство, что ничего не получится. Все плохо. Человек начинает думать о своей жизни. Он перестает спать, есть. Это значит, что судьба нахлобучивает его все больше и больше. А если вы пообщались с верным другом, то тогда вы побеждаете судьбу. Где найти верного друга? Давайте размышляем. Где найти верного друга? Вот в городе много таких людей, которые могут стать вам хорошими друзьями, которые работают над собой, слушают мои лекции. Много таких людей. Мало таких людей. Где их можно найти? Вот в этом зале, мои хорошие, они все собрались. Поэтому возлещи знакомьтесь друг с другом. Помогайте друг другу. С смс-ками переписывайтесь. Понимаете, вы все добрые друзья друг к другу. Смотрите, вы все работаете над собой. Все слушайте лекции. Развивайтесь. Общайтесь. Дружите. Побеждайте судьбу вместе. И третья сила, которая является, дает... Вот смотрите, когда у человека здоровье страдает, нужна природа. Плохое настроение. Нет сил, нет концентрации. Не могу с работой справиться. На работе нет сил, нет возможности. Люди меняют работу. Думают, что надо менять работу. А надо просто с возрастом слабее человека. Ему нужно больше сил. И эти сил дает природа. Добрые друзья нужны тем, у кого социальная слабость. Например, не могу выйти замуж, не могу устроиться на работу. Не могу, допустим, развиваться в социальное положение плохое. Нет нормальной зарплаты. Все это через людей действует. Это социальная сила. Как у человека может быть физическая сила. Допустим, он шланг поднимает когда-то. Есть социальная сила. Вот она социальная сила. Она дает возможность выйти замуж. Потому что человеку... Женщине что не хватает выйти замуж? Чего не хватает? Сил не хватает. Сил не хватает. Запомните. Потому что выйти замуж означает заставить кого-то из себя... Заставить силой своей, женской силой. Как женская сила действует? Она влюбляет. Человек мозги как-то изъезжает. Он... Как увижу тебя? Да. Я бегу за тобою, чтоб во сне не растаял. Твой свет колубой. Ну, то есть... Понимаете? Ну, то есть... Доставляет сила какая-то жениться на человека. Это женская сила. Это социальная сила. Когда женщина любит людей, заботится во всех. Она становится очень красивой, привлекательной. И эта сила притягивает именно. Мужчина не то, что он хочет с ней сексом заниматься. Он хочет с ней жить. Замуж взять. Энергия из сердца ведет у женщины. И она, это сердце, вот эта вот... Энергия. Ее желание заботиться, служить людям. Это приносит ей красоту. Такая сила такая. Она заботится. Всех любит. Всем радуется. Всем улыбается вокруг на улице. Подружки у нее, как бы, добрые подружки есть, которым она помогает. Колпит, колпит эту энергию. В какой-то момент эта энергия становится сильнее. Ее желание уйти замуж. Но пока желание уйти замуж жжет сердце, она не уйти замуж. Как только она чувствует, что ей так хорошо жить, потому что она вот включилась в отношения с людьми и так старается. Все вот скоро замуж. Одна девушка меня спросила. Конкретно, Алик Настя, даже когда я беру замуж? Я говорю, когда вы перестанете об этом думать тогда вы? А когда я перестану думать, я говорю, когда будете всем служить, заботиться во всех? Вы наполните силой, которая сделает вас красивыми. Вот у каждой женщины есть красота. Означает силу. Вот у собачки есть красота. Это энергия природы. Вот если собачка не будет, допустим, гулять в парке, она может быть породистая, да, у нее там много медалей, но она такая. Не имеет силы, никому не нужна. Другая собачка ее водит в парк, но она не порой за ногами. Радостная. И все хотят ее купить, чтоб с ней было, но все в ней много энергии. Собачья. И много счастья. Не видеть, потому что она этим. Жизнь радостная. Точно так же у женщин. У собаки собачья энергия, у женщин женская. Поняли? Ну то есть есть энергия человека или животного там. Если есть или нет энергии. Есть кошки красивые, у них много энергии кошачьих. Кошевшая энергия означает нежность, сладкая такая. Вот. А собачья означает пир. Вот. Ну то есть есть энергия, которая привлекает. Вот у женщины, если она служит людям, заботится во всех, у нее копится женская красота. И она сжигает кого-то с ног. Того, кого вам надо. Помогают. Вот. Женщине включить эти энергии, чтобы они копились и побеждались вокруг. Помогают верные друзья. И точно так же мужчины, помогают верные друзья, побеждают в жизни, преодолевают препятствия. Основная проблема современных людей – это нехватка силы. Есть три вида силы. Сила природы дает здоровье и хорошее настроение. Что такое хорошее настроение? Что такое энергия природы? В песне можно это почувствовать. Давайте попробуем почувствовать энергию природы через песни. Здесь, может быть, это немножко будет мелодии, как бы, уже для вашей страны, может быть, какие-то уже не современные. Но там апник – это именно энергия природы заложенной. В хорошем настроении. Рославные такие сидите, слышите меня, да? Хорошо? Да. Это энергия вашей природы. Энергия добрых людей, она очень сильно открыляет человека. Он реально может просто горы сворачивать, понимаете, с помощью этой энергии. Это сложно понять, потому что у нас не только это, мы занудые люди. У нас такая культура западная. Люди зашорились в работе, в телевизоре, как в интернет. Раньше, в древней культуре, люди очень тесно были друг с другом общались. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело. Ну, то есть там на баянах играли, понимаете, пели. Было классно. И сейчас там в Сан-Франциско приехал, лекции читали. Говорю, где люди? На улицу вышел, где люди? Говорю, большой город, нет людей вообще. Мне говорят, все в машинах. У каждого по три машины. Все ездили, даже в магазин там пять минут тоже ездили. Я говорю, а как это? Насчет общения. Как общение? По телефону общение. Я говорю, а... Он говорит, ну вот так вот, поэтому все одинокие. Контакта с людьми нет. У нас то же самое сейчас к этому все идет. Нет контакта с людьми. Где с людьми контактируют? В телевизоре где? На улице нет людей. На работе все заняты. Нет друзей, нет общения. Люди дичают, теряют силу. Человеческий фактор зависит от отмена энергии. Если нет социальной энергии, то люди становятся одинокими. У них нет семей. Поэтому мы создаем клубы специально, чтобы как-то людей вытащить, чтобы они общались.